Всем привет! Сегодня у нас утреннее кормление. Пришлось одеть тапочки, чтобы Стэн не пытался съесть мои ноги. По утру мы будем кормить его. Сегодня сытным завтраком. Начнем с раскормки, с гусениц-бражничка маленьких. А потом перейдем на более питательную саранчу в кальций и витаминах. Несмотря на то, что Стэн уже почти два года, будет приблизительно в конце весны, кормить плотно его все еще нужно, но уже не каждый день. Вот он так всегда делает с гусеницами. Не знаю, с чем это связано, с детским впечатлением. От того, что они показались ему сначала невкусными, а потом вкусными. Теперь быстрее пошло дело. Вот. Небольшая раскормка закончена. И время переходить за главное блюдо. Конечно же, брать саранчу, кидать ему не так уж просто. Одной рукой особенно. Саранча прыткая и попытается удрать как можно скорее от нашего ящера. Вот эти белые следы, это потому, что саранча обсыпана кальцием и витаминами. Да, несмотря на то, что он уже не растет, точнее растет в основном не в длину, не в рост, а вширь, вширь морды, вширь живота, кормить его кальцием и витаминами все еще нужно. Не так часто, как раньше, конечно, но очень полезно. Очень сложно сосредотачивать внимание на саранче. Он сосредотачивается на шуме и не видит, что одна саранча выпала. Ему главное сейчас указать. Похрустывает. А этот шум на заднем плане, это шуршание саранчи в банке. Сегодня у меня для него их целая дюжина. Когда нужно, он умеет быть резким. Конечно, после такого кормления мне придется слегка протереть ковер. Но что поделать издержки. Можно было бы, конечно, более чисто давать ему с пинцета. Но это для голодного варана травмоопасно. Чем голоднее варан, тем более резко он пытается заглотить все, включая пинцет. Что не очень хорошо. Саранча не такая маленькая, поэтому ему не так-то просто ее с первого раза скушать. С удовольствием ее хрустит. Прямо с удовольствием. Будь она в кальции или просто без всего. Так сказать, без специй. Собственно, за полтора года с данным я ни разу не болел. У больных варанов сразу попадает аппетит. А этот голодный просто всегда. Голодный и ленивый. Возможно, он берет частично характер хозяина. И, конечно, не всегда голодный, но тоже ленивый. Ага, убежала. Но недалеко успел ее прикусить. Да, кормление теперь осуществляю капитальные раз в два или три дня. А в будни иногда кормление просто пропускаю. Или же кормлю крайне мало. Так, чтобы он не был сыт, но слегка заморил червячка. Вот так вот быстро ушла у нас дюжина. Для голодного варана. Что, убежала? Куда, куда убежала? Ага, вон сбоку. Сбоку. Ну, он не понимает, он тянется за пинцетом. Куда у нас пинцет идет? Нет, камеру тоже не надо есть. Мы попытаемся забрать саранчу. И показать стену, что вот она, вот она, вот она. Квоз свой не кусай только. Саранча убежала. О, все, теперь его мучения закончены. Что ж, саранчу он употребил. И время за повторением бражничка. Поскольку саранча довольно сухой корм. А бражник очень-очень сочный. Да, у него почти всегда. Эта процедура с мотанием головой. Почти всегда. Вероятно, он как-то чует, есть ли в них что-то лишнее. Остатки корма. Либо просто перестраховываются иногда. Все, он почти сыт. Осталось только доесть в пару штук. И последнее. Главное не давать с пальцами. А то может ненароком перепутать. Вот как сейчас пытается в пальцах увидеть еду. Поэтому ему нужно мягко указать. Все. Позавтракал плотненько так. Теперь ему хватит на двое суток. А через двое суток дадим ему что-нибудь мясное. Да, от мясного корма отказываться не стоит. Поскольку кальций и витамины нужно же чем-то разбавить. Помимо саранчи. Поэтому сегодня такое большое количество баражника. Ну а поймет он, что наелся только минут через двадцать. Когда его перестанут кормить и пока находится. Не надо под диван стоять. Не надо там ничего нету. Давай, давай, покажись немножко. Задний ход. Задний ход. Задний ход. Кошка задний ход, да? Линяет тоже. Они будут линять всю жизнь. Ну а на сегодня все. Я пойду убираться и заниматься другими делами. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok